Даже если в России полностью нельзя будет никуда заливать свои ролики Создание контента, создание видео, монтаж, он никуда не денется Вконтакте, в Рутюбе, это новые площадки Люди проводят эксперименты, за несколько лет у них там ролики набирают один или два просмотра Уже поздно вести YouTube канал, Instagram поздно вести Всегда что-то будет мешать вам идти к вашей мечте Начну издалека, я уже на YouTube более 12 лет И я YouTube начинала вести еще с тех пор, когда в России это было не то, что не популярно Но это было очень-очень-очень странно На меня в школе смотрели с подозрением, типа я какая-то очень странная, непонятная Надо мной смеялись, зачем я показываю свою жизнь И знаете, я проходила очень много разных стадий ведения YouTube канала До буквально того, что я когда-то там на несколько лет переставала его вести Потому что я думала, что, ну, наверное, да, это реально странно Вплоть до того, что YouTube приносил мне огромные возможности Это путешествие по миру бесплатно, это сотрудничество с лучшими отелями на Бали Это сотрудничество с компаниями, это заработок, это обретение аудитории, обретение признания И знаете, с этой платформой у меня связано многое Я всегда, ну, как бы говорю о том, что каким бы классным там не был Instagram по своим возможностям Там TikTok, Telegram, YouTube это то место, где моя душа, если можно так выразиться Это то, где я чувствую себя наиболее комфортно Даже с точки зрения того, что здесь я не чувствую такого давления, как в Instagram, где красивая жизнь Когда я говорю, что Instagram мне немножко не близок Это не значит, что я считаю, что это вообще плохая социальная сеть Но, потому что много возможностей, и он мне тоже очень много давал как раз-таки И сотрудничество с отелями, и много знакомств, и популярность, и признание, и так далее И заработок, конечно же, в том числе Но, будем честны, что YouTube это платформа, где мы друг друга с вами чувствуем вот ближе Как будто мы с вами общаемся И разница в том, что посмотрели бы вы мой ролик 15 секунд или минуту в Instagram Или здесь 15 минут, вы уже чувствуете себя ко мне ближе В этом и плюс YouTube И также здесь нет такой, знаете, суеты в контенте, где ты действительно осознанно Да, может быть, на тебя влияют какие-то триггеры в обложках Ну, что это, то есть вы видите обложку, и она может вас затриггерить Вы можете почувствовать желание на нее нажать И, можно сказать, это влияет на ваше принятие решения Но, тем не менее, тут нет такого, что вы листаете ленту И YouTube-ролики горизонтальные вам показываются без вашего желания Все-таки вы сами осознанно делаете выбор, открыть какой-то ролик или нет Итак, началась паника Как я отреагировала на то, что сначала у нас заблокировали TikTok Потом Instagram и так далее Да, конечно, было обидно И у меня всегда была надежда на то, что TikTok разблокирует Ну, как бы придет время Я думала, что придет время и TikTok разблокирует Тем более, что у нас там 60 миллионов просмотров, 100 тысяч подписчиков Но, знаете, надежда как бы потихоньку начала угасать И тогда, когда заблокировали Instagram Это было вообще как-то странно Но так как я христианский блогер То есть я имею личное отношение с Богом Я не подвластна стрессам и страхам Даже если они ко мне подступают То у меня есть инструменты, при помощи которых я легко выхожу из состояния тревоги, страха Потому что, особенно когда вы блогер Я не знаю, вы смотрите сейчас это видео в качестве блогера или в качестве просто зрителя Которому интересно, что будет с площадкой Но я больше, наверное, обращаюсь также к людям, которые планировали создавать контент на YouTube Или создают И вы волей-неволей знаете эти новости И если вы начинаете в них погружаться Вот вы сейчас смотрите, возможно, как и я Какое-то по счету видео о YouTube-блокировке И в каких-то роликах вы чувствуете страх, тревогу А что будет дальше и так далее А я хочу, наоборот, вас прибодрить Что, да, конечно Я чувствую, что мои розовые очки снились И я понимаю, что, скорее всего, так и будет продолжаться в России То есть, Священное Писание говорит Что в мире будет все становиться хуже и хуже Это не значит, что я человек-пессимист Который, знаете, только концентрируется на негативе Но я верю в Библию И верю, что там говорится И Библия говорит, что будет все хуже и хуже И то есть, вот там, какие-то коронавирусы Какие-то вот эти вещи, войны, да К сожалению, мы не можем на них повлиять как-то напрямую Только если молиться Но у нас тут сейчас немного видео о блоге Буду возвращаться в тематику Я просто поняла, что ТикТок не разблокирует Инстаграм не разблокирует С Ютубом будет то же самое Первый вопрос, на который я хочу ответить Это стоит ли бояться блогерам и экспертам блокировки социальных сетей Которые находятся в России конкретно Потому что мне легко сказать Я нахожусь в Доминиканской республике На меня это вообще никак не влияет Имеется в виду, что с точки зрения заходить на Ютуб Я считаю, что бояться точно не стоит Почему? Потому что как это произошло с Инстаграмом? Когда его заблокировали, началась паника, да У всех людей И люди, особенно, которые занимались бизнесом Которые зарабатывали деньги там Да даже если не зарабатывали Но большая часть жизни они там были блогерами Они стали входить в страх Потому что, можно сказать, часть жизни их отсеклась Но мы можем видеть сейчас Примерно 30-40% аудитории Перестало сидеть в Инстаграме после блокировки И можно сказать Вот это да, почти половина Но А также По вообще всем анализам И по рынку блогеров По блогерам Какой ответ? Остались на самом деле Те как раз таки люди Которые были платежеспособны аудиторией Что это значит? То есть Ушли люди Которые заходили в Инстаграм Чисто, знаете, там Ну, поразвлечься Посмотреть каких-то, может быть, там, не знаю Котиков Собачек Там, не знаю Просто ролики развлекательного плана Или эстетичного плана Или те люди Которым Инстаграм ничего не проносил То есть для них это было как бы Ну, Инстаграм и Инстаграм Но те люди Которых был там бизнес Которых были там Ну, реально их жизнь Часть жизни Они остались И просто в их жизнь пришел ВПН Сначала было неудобно Но потом все привыкли И мы можем заметить Что люди Как продавали продукты Так и продают Как продавали свои услуги Так и продают Потому что Инстаграм Это социальная сеть Которая дает реально Возможность вам Без вложений Набрать аудиторию Продавать свои продукты И мои мысли Что же произойдет с Ютубом Если провести аналогию Конечно, тут немного другая ситуация Потому что Если Инстаграм Все сидят с телефона Ну, то есть это 98% Это потребление Именно с телефона контента И там Ну, как бы Включил ВПН Кто смог, тот смог Кому это была лень Кто Для кого это было сложно Значит, эти люди Не любили Инстаграм Значит, они люди Которые Ну, как бы Понятно, делай Любили Инстаграм Это, может быть, громкие слова Но вы понимаете, что я говорю То есть это те люди Которых Что был Инстаграм Что нет Скорее всего Они ничего там и не покупали Ничего не предлагали И не меняли мир То есть Они не рассматривали Эту площадку Как изменение жизни Других людей Как помощь другим людям Или покупку каких-то продуктов И изменение своей жизни Понимаете И с Ютубом Возможно, произойдет то же самое Конечно же Я не аналитик Я просто говорю сейчас Своё мнение Но с телефона Те люди Которые смотрели Ютуб Я посмотрела Огромное количество роликов На эту тематику Про Ютуб Я перечитала много Комментариев Для чего? Для того, чтобы понять Настроение, так сказать, народа Ну, чтобы понять реально Потому что Одно дело Я тут с точки зрения Доминиканы говорю Останусь я или нет Где я этим занимаюсь Всю жизнь, да А другое дело Посмотреть, что пишут люди И да Большая часть говорит Что они не покинут Ютуб То есть они будут В любом случае Туда заходить Даже с VPN Даже если это будет сложно Как это объясняют люди? Потому что Здесь На Ютубе Можно найти Все, что тебе нужно Я не знаю Сколько здесь Я получила На Ютубе Ответов на вопросы Как Вот у меня только Вопрос возникает Либо я иду в Google Либо я иду в YouTube Потому что Google может мне Текстово ответить Но иногда Мне нужно увидеть Как настроить Инстаграм Как выложить этот ролик А как сделать Вот это То есть Здесь просто Кладезь знаний И повторюсь Те люди Которые Занимались И сидели в YouTube Ради развлекательного контента Не несущего Никакой ценности Им абсолютно Легко Будет перейти На другие платформы Где будет Такой же контент Для них без разницы Потому что Они сидят здесь Не для пользы Конечно Смотрите Сейчас Ну Звучит Может быть Очень как-то Жестко Типа Да Как будто бы Я против людей Которые сидят Развлекательный контент Смотрят Я сама могу Тоже это делать Но все-таки Осознанный человек Если он смотрит Что-то Отвлечь мозг Или что-то такое Знаете Развлекательное То это занимает Меньший процент Чем контент Который изменяет Его жизнь Книги Курсы Подкасты Ролики Как сделать что-то Да То есть Мы если это смотрим То только Когда мы хотим Чуть-чуть полениться И это нормально У каждого это есть Конечно Эти люди Не будут настраивать Вен Потому что Им это просто не Ну это долго Им легче просто В другую социальную сеть Перейти Те же люди Которые любят И ценят YouTube Они отсюда не уйдут Да Возможно Отсеется часть населения Конечно Единственный минус Что YouTube все-таки Это и платформа Которую смотрели на ноутбук И на ноутбуке YouTube просматривается Сложнее И туда Типа людям Сложнее VPN уставить Но на самом деле Это все Ну как мне кажется Это все отмазки То есть Кто захочет Тот найдет варианты Поэтому с YouTube Мы разобрались Что кому надо Те останутся здесь Далее Закон о том Что скоро Будут Блогеры Которым Там 10 тысяч Более 10 тысяч подписчиков Им нужно будет Регистрироваться В определенных органах И им нужно будет Отчитываться о рекламе Или возможно Даже рекламу На YouTube Запретят То есть Допустим Вообще В целом Других Каких-то Не знаю Допустим Что в этом случае Тоже Понятен Исход Какой можно найти В этом плюс Если вы человек Эксперт Или блогер Который планирует Или уже Создает какой-то продукт Допустим Как я У меня есть Мой продукт Который называется Библия монтажера Я обучаю людей Как монтировать видео И на этом зарабатывать Навыки С телефона То есть Я По сути От того Что сейчас происходит С социальными сетями Грубо говоря Ничего не теряю Потому что У меня как есть Обучение Оно так и есть Я его могу рекламировать Потому что это не чужой продукт Я могу о нем рассказывать И кстати Да Тоже Вопреки всем Ну допустим Кто-то может сказать Вот Как ты будешь сейчас Обучать людей Да Кстати у меня сейчас идет Набор на обучение Несмотря на все Вот эти вот события На все эти блокировки YouTube Instagram TikTok Я все равно Обучаю людей И люди хотят И люди жаждут Почему Несмотря на то Что как бы казалось бы А кому сейчас Теперь нужно ролики монтировать Люди Поймите Те люди Которые создавали Контент И продавали услуги Или свои продукты Им как нужны Будут ролики Так и останутся То есть Даже если В России Полностью Нельзя будет Никуда заливать Свои ролики Создание контента Создание Видео Монтаж Он никуда Не денется Понимаете То есть Это единственный Способ Как-то О себе Рассказывать То есть Если раньше Люди ходили По улице И там Это было Все только Там может быть Через Сарафаны Радио То сейчас Есть такие Возможности И даже Если Мы сейчас Поговорим Останется Только Вконтакте Рутюб Рутюб Дзен И все остальные Вот эти Платформы То Этим же Блогерам Экспертам Компаниям В любом случае Будут необходимы Монтажеры Поэтому я Обучаю людей Монтажу Когда вы обучаетесь Какому-то навыку Вы ничего не теряете Потому что Если вы умеете Создавать контент Ваш навык От вас Никуда не уйдет И эти люди Им всегда будет Нужен монтаж Поэтому да Заодно Если вдруг я за этот проект Сказала У меня в конце сентября Стартует второй поток Библии монтажера Где я Обучаю Вот таким вот работам Это работа моих учеников И также Сейчас скоро покажу вам Работу Которую мы делаем Да У нас есть и дипломные работы Я довожу Лучших учеников До клиентов К примеру Одна из моих учениц Она Зарабатывала До моего менторства Там 350 долларов После него Начала зарабатывать 900 долларов Она нашла себе Клиентов Монтирует И радуется И Это вне зависимости От того Где вы находитесь Потому что Это можно делать С телефона И даже Если все соцсети Заблокируют Поверьте Вы Без дела Не останетесь Будете монтировать ролики Для ВКонтакте Или для Дзены Или для Рутюба Поэтому Если вдруг Вы чувствуете Что вы хотите Найти дело мечты Которое позволит вам Зарабатывать И помогать другим людям То welcome Ко мне Вы можете найти ссылочку Под этим видео О том Что входит в мое обучение И также Написать мне Чтобы я скинула вам Более подробную информацию И кстати Конкурс на одно место Бесплатно Поэтому переходите В мой телеграм-канал Там вы сможете Его выиграть Ну а теперь Затронем тему Про другие Социальные площадки Такие как ВКонтакте Рутюб Дзен Ну и Если еще что-то Будет появляться Как я Смотрю на эти Площадки Честно сказать Без веры В то Что в скором Времени Это может Как-то Давать нам Результат Вот так То есть Почему Просмотрев Также огромное Количество роликов На эту тематику Да и Сама Я как человек Который развивается В социальных сетях Более 12 лет Я вижу Что ВКонтакте В Рутюбе Это новые площадки Даже Ну хорошо Рутюб Понимаете То есть Люди проводят Эксперименты За несколько лет У них там ролики Набирают Один или два Просмотра Ну допустим Да еще Что можно сказать Я как блогер Знаю Что это такое Когда тебе говорят А вы можете Прийти сюда Мы вам заплатим И мы вам поможем Как бы Да продвинем То есть сейчас То же самое Я не говорю Что это плохо Да просто Рассказываю вам Что некоторых блогеров Приглашают Вконтакте И это нормально То есть им платят Деньги За то чтобы Они туда Выпускали Какой-то Эксклюзивный Контент Или в Рутюб И я не против Этого Просто я вам Открываю Эту грань Что вы понимали Что даже если Очень много людей Из России Перейдет на Рутюб Во-первых Нужно очень много Времени Чтобы самому Алгоритму Рутюб Распознавать Ваши интересы Вы можете заметить Что на Ютюбе Это просто идеально работает Вы один раз Ввели запрос какой-то Потом Ютюб понимает Что вам нужно Порекомендовать Вы даже Вы просто в восторге Вы заходите на Ютюб И понимаете Вы можете найти ответы На все вопросы Которые вам нужны В Рутюб Ну как бы я зашла Мне немножко страшно стало Я не против Да Я вообще просто Я не знаю Может быть Я изменю свое мнение Но пока Я туда просто там Скопировала контент Кстати Если вдруг Вы хотите скопировать Свой контент С Ютюба на Рутюб Дайте мне об этом знать Я тогда вам Расскажу об этом В Телеграме Потому что очень легко Там просто нажимается Одна кнопка И все ваши ролики С Ютюба на Рутюб Копируются Я это сделала Несмотря на то Что я не прям верю В эту социальную сеть Но почему бы и нет Пускай они там будут Если это занимает У меня минуту времени Поэтому подведем Итог Если вы меня спросите Стоит ли дублировать Сейчас контент Там не знаю ВК Дзен Вот это все Если у вас есть Время Возможности Или команда Копируйте То есть вы от этого Не то что ничего не потеряете Звучит странно Вы от этого что-то Можете приобрести Немножечко Но приобретете Если у вас задается вопрос Стоит ли продолжать Вести Ютюб канал В условиях Вот такой вот блокировки Да Потому что Вот я русская Но я нахожусь К примеру Сейчас в Доминиканской республике То есть Много людей русских Они находятся за границей И для них это вообще не касается Они спокойно Как смотрели Ютюб Так и будут продолжать смотреть Так что ваши люди Они вас найдут Не надо бояться Не надо страшиться Знаете Я сама знаю Что это такое Когда ты открываешь Много-много роликов Где там где-то про войну говорится Где-то про блокировку Где-то вот это И ты живешь Вот в этом постоянном страхе Но на самом деле Все что вам нужно Это Да Может быть Знаете какую-то информацию Но прекратите смотреть эти ролики Давайте договоримся Пускай это будет последний ролик Который вы посмотрите Про блокировку Ютюба Который у вас ведет страх Давайте это будет тот ролик После которого Вы примете решение Что либо вы продолжаете Вести Ютюб канал И перестаете смотреть все новости И не паникуете Либо вы просто Ну Начинаете вести Ютюб канал Начинаете просто его вести Даже в те Много лет Было много Уже поздно вести Ютюб канал Инстаграм поздно вести Все поздно вести Да ничего не поздно Никогда не поздно Есть люди Которые 80 лет Добиваются успеха А до этого О них никто не знал Одна женщина Она пела Где-то там Вообще далеко На каком-то острове В ресторанчике И ее все устраивало Но Однажды ей пришлось Ну ее уволили Хотя она много лет там проработала И казалось бы Жизнь закончена Ей было может быть лет 50 50 лет 60 Я не знаю сколько вам лет Сколько вы смотрите Во сколько лет вы смотрите этот ролик Но Ей было около 60 лет Может быть 50 Это реальная история И однажды Проходил конкурс в ее стране Проходил конкурс Где ее друзья сказали Ну сходи У тебя хороший голос Она сказала Да не знаю Не знаю Она сходила Ее заметили В итоге В пожилом возрасте В взрослом возрасте Она стала популярной Известной И успешной Понимаете Всегда что-то будет происходить в мире Поймите Вот многие говорят Вот у нас время самое сложное Типа вот раньше было Там бабушки могут сказать У нас было более спокойное время Тогда было не знаю Там 90 Там был СССР Всегда что-то будет мешать вам Идти к вашей мечте Поймите Если вы это сейчас осознаете Вы поймете Что на самом деле Вы живете в самое лучшее время Чтобы что-то начать делать Даже если у вас будет два просмотра Но если вы чувствуете побуждение Витья на YouTube канал Может быть делиться какими-то мыслями Начинайте Возможно Это мотивация для кого-то из нас А может быть для меня Задуматься о том Чтобы начать вести Свои социальные сети Все-таки на английском И как я сказала в начале Для кого-то Эти новости будут грустными А для кого-то Они будут вдохновляющими И наоборот Мотивирующими Поэтому для меня Мои мысли Это то, что канал Можно начать вести на английском В чем проблема? Вы скажете Ну я не знаю английского Друзья Это ваш шанс Выделить время И начать Поймите Вам откроются еще новые возможности Те возможности Которых может быть Не было бы открыто Если бы вы на Россию говорили Вы скажете Ой, ну это вообще Мне пока английский выучат Пока YouTube выучат Жизнь долгая Все успеете Поймите Если вы верите в Бога Если вы знаете Что Бог на вашей стороне Священное Писание говорит Что если Бог за вас Если Бог за меня Кто против меня? Против меня не может быть никто Если Бог за тебя То кто против тебя? Никто Бог за тебя И он тебя сделает Успешным Счастливым Благополучным В то время В которое нужно Тебе просто нужно Прикладывать те усилия Которые ты можешь Сделать от себя Вот то, что есть В твоих силах Может быть Ты чувствуешь побуждение Начать вести YouTube канал на английском Начни Честно сказать Я тоже сейчас Возможно буду Это планировать делать Сложно ли мне это? Да Хочу ли я На английском говорить? Нет Потому что Мой язык русский Я люблю Говорить на русском языке Я люблю вас Я люблю вот этот канал Я просто люблю Говорить на своем языке Говорить свои мысли Но Те люди Которые умеют Подстраиваться Под обстоятельства Это те люди Которые становятся успешными Это те люди За которыми хочется идти Если вы хотите быть Тем человеком Который успешен Вы должны подстраиваться Под обстоятельства А не обстоятельства Должны рушить вас Типа Ой, я бедный Несчастный Не надо становиться В позицию жертвы Вы не бедный Несчастный У вас все получится Главное Просто начните по чуть-чуть действовать это не знаю что завтрашнего дня вы должны изменить полностью всю свою жизнь нет начните по чуть-чуть начните учить английский начните чуть-чуть изучать youtube может быть начните смотреть мой канал да я буду сейчас больше говорить о ютюбе у меня скоро будет выпуск кстати возможно он уже есть вот я сейчас его покажу да он я его отмечу здесь как начать вести свой youtube канал даже в этой ситуации когда казалось бы уже начинать канал поздно друзья я всех очень люблю и дайте знать дать свою обратную связь пожалуйста если вам было интересно послушать меня и если как вы ощущаете себя может быть вы в страхе может быть у вас есть вдохновение наоборот начать канал даже несмотря ни на что как вам это видео друзья давайте делиться и я специально сделал такой ролик без максимального монтажа просто вот чтобы вы почувствовали меня я очень сильно люблю и помните что все что не делается все к лучшему все к лучшему пока пока с вами была лето